Приветствую всех любителей смартфонов и гаджетов. У меня в руках Samsung Galaxy A5 2017 года. Смартфон сейчас стоит на сайте Avito Yula, то есть это личный рынок, примерно 5-6 тысяч рублей. Давайте разберемся, насколько он актуален сейчас, в 2020 и вообще, что произошло с этим телефоном. Для начала здесь установлен AMOLED дисплей и вообще в этом смартфоне в то время Samsung не особо экономили, потому что здесь корпус из стекла и металла, есть даже водозащита IP68, то чего нет даже сейчас во многих премиальных китайских смартфонах. Самое интересное, AMOLED дисплей, насколько он выгорел. А здесь он выгорел очень сильно, потому что сейчас если откроем мы какую-нибудь любую картинку, скажем, белого цвета, и на видео, вот видно на видео, что здесь розовый такой фон, вот розовый такой фон, и остались следы от клавиатуры. То есть на дисплее видны, ну вот, очертания этих клавиш 5-6, потому что, и вот здесь у нас значок здесь микрофона, потому что очень много владелец этого смартфона использовал программу, которая записывает голосовой блокнот. И когда мы откроем вот это, и тут сразу виден интерфейс, получается, вот этой программы, вот, то есть вот так вот. И естественно, что смартфон выгорел, дисплей выгорел, потому что смартфон, конечно, не первый год, и даже, ну, все очертания здесь видны, то есть когда мы вот так делаем, за метки даже видно слово. Хотя сейчас я держу белую картинку, абсолютно белую картинку, которая скачалась интернетом. Теперь немножко по компоновке. Естественно, что здесь у нас уже имеются рамки, и в то время было принято делать рамки. Но дело в том, что, в принципе, телефон не слишком большой, рамки не бросаются в глаза. Здесь дисплей размером 5,2 дюйма, это Full HD дисплей, то есть очень хорошее разрешение. И вообще, это AMOLED дисплей, он очень яркий и красивый. Сейчас, когда я беру такие смартфоны в руки, вспоминаю, какими же были тогда хорошие среднебюджетные смартфоны. В частности, от компании Samsung, здесь металл, и реально, это очень хорошее и качественное стекло. Камера абсолютно не выбирает по дизайну, это очень красивый смартфон. Даже если мы сейчас посмотрим на какие-нибудь прикольные смартфоны, вот, у них очень большой блок камер. Они прям сильно выбирают, а в то время, что на этом смартфоне, что на Samsung Galaxy S7, вот мне под рукой. Камеры не выбирали, как они достигали этого, это, конечно, вопрос в этом смартфоне. По сравнению с A5 2016 года убрали общественную стабилизацию, ну, конечно, чтобы сэкономить. И вообще, сам дизайн очень здесь крутой и очень современный, потому что здесь у нас имеется USB Type-C. И сейчас на многих бюджетных смартфонах, ну, от компаний, знаете, Xiaomi, Realme, Honor, ставятся microUSB в бюджетных моделях. А этот телефон, в принципе, за 5-6 тысяч рублей вполне конкурирует со смартфонами, которые стоят 7-8 тысяч рублей в российской рознице. И у этого смартфона в базовой конфигурации 3.32 памяти. То есть, это даже больше, чем сейчас ставится во многих смартфонах, потому что сейчас обычно начальный уровень это 2.32, здесь же у нас имеется 3.32. У этого смартфона есть сканер отпечатков пальцев. Работает он, конечно, не так быстро, но, в принципе, он есть, это уже тоже неплохо. И самое прикольное, что здесь кнопки сделаны из металла, каждая кнопка сделана отдельно, ну, и, наверное, на самом деле, очень крутым местом этого смартфона всегда будет являться дизайн. То, что я говорю, в этом смартфоне не экономили, раньше Samsung не экономили, теперь смотрите, у нас здесь два слота, это не означает, что у нас один слот, скажем, сдвоенный. У нас вот такой вот лоток для SIM-карты и карты памяти, и причем это не комбинирует такой тройной лоток, а основная карта находится в другом лотке, она находится у нас вот на этой стороне. То есть, они заморочились, сделали два отдельных лотка, чтобы вот смартфоном было проще, комфортнее пользоваться. Только сейчас я не могу открыть, потому что у нас здесь вставлена основная SIM-карта. В общем, такие моменты делали Samsung, не экономия даже в средне-бюджетных, средних смартфонах. Сейчас мы видим, что Samsung пытается экономить на всем, и дело в том, что процессор, который стоял в этом смартфоне, для того времени был очень неплохим. Смартфон, конечно, получил два обновления, он сейчас работает на управлении Android 8. Дело в том, что сейчас записываю я в сентябре 2020 года, а смартфон, получается, был обновлен 1 августа 2020 года, он получил патч безопасности, обновил я его буквально недавно. Ну, то, что это у нас Samsung Galaxy A5 2017 года, у нас работает на версии Android 8 и Experience 9. Честно говоря, потом, то, что выпустили Samsung One UI, эта оболочка стала намного получше, чем Experience. Оболочка, но дело в том, что она и так, в принципе, неплохая. Теперь давайте мы посмотрим на результаты Antutu. Я скачал Antutu последнюю версию, у нас смартфон показывает 95 тысяч баллов. Ну вот, и в принципе, это неплохой показатель для такого смартфона, потому что сейчас, опять-таки, если мы сравниваем со многими смартфонами, ну, скажем, за 7, 8, 9 тысяч рублей, там будет, ну, тоже плюс-минус около 100 тысяч баллов. Я понимаю, что Antutu особо ничего не решает, но суть в том, что это, опять-таки, показатель того, что смартфон в обычной жизни не глючит и как бы не зависает. Я понимаю, что он, как бы, уже слишком немножко с большими рамками, сейчас вообще дисплей становится все больше, но им очень удобно, компактно пользоваться одной рукой. И сейчас компоновка клавиш у всех смартфонов на одной грани. Ну, вот, например, скажем, как на этом смартфоне, все на одной грани. Здесь они разнесены по сторонам, как, в принципе, раньше делал Samsung, iPhone так делал, даже вам... Нет, Samsung так не делала. То есть, конфиг громкости, они здесь, они очень ярко выражены, и если мы на ощупь пытаемся угадать, то очень хорошо кнопки ложатся под руку, и эта кнопка, и эта кнопка. И в этом смартфоне из таких фишек, в принципе, есть все самсунговские фишки. Здесь есть Samsung Pay, NFC, то, что можем расплачиваться и Samsung Pay, можем расплачиваться и Google Pay. То есть, смартфон современный. Здесь даже есть Always On Display. Если мы сейчас заблокируем, то вскоре загорится здесь Always On Display. Ну, вот такая вот фишка. То, что нет на многих-многих среднебюджетных смартфонах, здесь все это имеется. Многие китайские смартфоны, даже самые дорогие, флагманские, не имеют подозащиту IP68. То есть, смартфон, среднебюджетный смартфон 2017 года, ну, хотя вы его чуть выпустили раньше. В общем, он имеет подозащиту IP68, это очень хороший показатель. Я понимаю, что сейчас процессоры X у нас принято ругать, все их ругают, говорят, что они плохие, прям какой-то тренд такой пошел. Ну, на примере этого смартфона я хочу показать, что смартфон работает неплохо. То есть, ему уже 4 года скоро, а смартфон работает вполне неплохо. Давайте закроем все приложения, просто откроем несколько приложений, посмотрим на скорость открытия приложений. Естественно, что такой мгновенной реакции я не ожидаю, но дело в том, что для обычного использования, для обычных таких задач, этот смартфон вполне годится. И вполне можно им пользоваться даже спустя уже 4 года. Давайте посмотрим, например, записи на Samsung Galaxy A5 2017 года. Дело в том, что я выбрал, конечно же, хорошие условия освещения. Давайте сейчас немножко подвигаемся, посмотрим, как работает автофокус. Ну, вот на солнышке качество передней камеры, видеосъемки, в принципе, неплохое. Оно, в принципе, было хорошим в свое время, и спустя уже 4 года, я думаю, что многие среднебюджетные смартфоны дадут картинку намного хуже, чем 4-летний Samsung Galaxy A5 2017 года. На Samsung Galaxy A5 я еще старался снимать ночью, и некоторые фотографии, которые я получил ночью на Samsung Galaxy A5, получились просто очень хорошими. Реально даже не скажешь, что они сняты на среднебюджетный смартфон 4-летней давности, потому что, на мой взгляд, они просто получились очень хорошими. Дело в том, что Samsung Galaxy A5, конечно же, ночью уже в разных условиях освещения не всегда получает хорошие снимки. Мало света, много шумов, там размытые кадры получаются. Но дело в том, что среднебюджетные смартфоны за 10-15 тысяч рублей, даже обладая, скажем, 4-мя камерами, они будут снимать хуже в некоторых сценариях, чем Samsung Galaxy A5. Потому что единственная камера, которая устанавливалась на Samsung Galaxy A5, зачастую лучше, чем 2-3 или 4 камеры, которые устанавливаются в среднебюджетных смартфонах. Таким образом, стоимостью до 12-15 тысяч рублей, конечно, разные модели обладают хорошими камерами, но суть в том, что многие смартфоны, которые стоят 10-12 тысяч рублей, обладают 4-мя камерами, которые по факту хуже, чем одна камера Samsung Galaxy A5 2017 года. Ну а так, конечно, на моем мнении такое, что камера все-таки устарела, потому что если даже вот дисплей, корпус, дизайн, все это даже не так сильно устарело, то камера все-таки чаще всего устаревает. Потому что у меня сейчас еще под рукой Samsung Galaxy Note 8, который был флагман-флагманом, вообще безоговорочным. Сейчас я беру такой, ну не средний бюджет, но такой полуфлагманский китайский смартфон, и он снимает просто гораздо лучше, чем Samsung Galaxy Note 8. То есть, все-таки камера с каждым годом становится реально лучше и лучше, потому что дисплей, там кнопки, программное обеспечение не так сильно меняется, как, скажем, камеры. Но в Samsung Galaxy A5 для тех лет была вообще отличная камера, ну и сейчас, спустя уже 4 года, она, в принципе, дает неплохие результаты. Если изначально не ставят какие-то крутые цели для этой камеры, то, в принципе, камера работает неплохо. Смартфон, конечно, много распадал, но сам дисплей остался целым. Это крепкий смартфон, ну, конечно, выгорание это было проблемой тех лет в Samsung дисплеях, потому что AMOLED только-только становился крутыми дисплеями. Сейчас мы видим, что все флагманские смартфоны выпускаются на AMOLED дисплеях, потому что они реально имеют очень много преимуществ. И, опять-таки, в этом смартфоне нет темной темы, то есть, нет программной возможности поставить темную тему. Но суть в чем? То, что сейчас каждое приложение поддерживает темную тему. Тот же YouTube, WhatsApp, Telegram, все, что мы включим, даже, например, здесь можно поставить темную тему. То есть, когда мы включаем темную тему не в самой системе, а в отдельно взятых приложениях, все равно идет энергосбережение батарейки. Батарейка здесь на 3000 мАч, что, в принципе, по современным меркам не так уж и мало, потому что очень много смартфонов сейчас на 3000-3500 мАч. Я понимаю, что есть бюджетная Xiaomi, там, или другие производители выпускают сейчас с батарейками в 5000 мАч, но в то время это было не так модно, и 3000 мАч считалось очень крутым. Если посмотреть на общие характеристики, в этом смартфоне имеется встроенной памяти 332, у нас здесь имеется хороший качественный дисплей и очень крутой качественный корпус, который никак не устарел спустя уже 4 года использования этого смартфона. Смартфон выглядит не каким-то устаревшим кусочком какого-то, не знаю, прошлого века, а смартфон выглядит вполне современно, пусть даже с такими рамками. И им очень удобно пользоваться одной рукой, эти металлические кнопки и вообще это все выполнение из металла, причем здесь все качественное, все такое приятное, тактильно приятное ощущение нам дает. Таким образом, смартфоном вполне можно пользоваться спустя даже 4 года, естественно, что смартфон больше не получит обновлений андроида и системы тоже. Смартфон уже давным-давно не выпускается, но как второй смартфон или смартфон для ребенка или для пожилого человека, это, в принципе, неплохое решение, тем более, что мы имеем здесь на борту самсунговские фишки, те же, например, у Samsung Pay или, например, некоторые другие фиши, которые доступны только на смартфонах Samsung. Напишите ваше мнение об этом смартфоне, спасибо, что смотрели нас, до новых встреч.